Россия держится на трех столпах. Это первая идея человечности, потому что если мы начнем подниматься к человечности, то идея справедливости будет автоматически решаться. Второе – это русский язык. И третье – это все творчество Пушкина. Пушкин заложил матрицу развития России в повести Белкина, где финальная часть этой матрицы – повести «Метель». Я уже третий или четвертый год об этом говорил, поэтому я вас… не потому что это мистика, мистика – это когда что-то непонятно, а здесь все понятно. Я рекомендую на Новый год всем за семейным столом при зажженных огнях елки поставьте «Метель» с Феридова и прочитайте вдумчиво и с размышлением. Хорошо, если будут дети – малые, старшие. И постарайтесь все образы, там все-все открыто и все показано. И вы увидите, кто такой Бурмин сегодня, кто такая Маша, его невеста, и почему брак заключенный случайно, в случае это мощное, мгновенное орудие проведения, потом приоткрылся в финальной сцене, уверяю вас, вы на матричном уровне «Сделайте нечто, что не под силу никаким экстрасенсам и прочим-прочим». Ненависть к Пушкину либералов диктуется только этим, они знают, что он сделал для России один то, чего не может сделать больше никто и никогда. Пушкин – это самая загадочная фигура 19 и, наверное, 20 столетия. Недавно ко мне приезжал РЕН-ТВ с просьбой записать передачу «Пушкин и масонство». Несколько раз я сталкивался с теми, кто утверждает, что Пушкин был масоном. В прошлом году я специально ездил в Кишинев, оказалось в Молдавии очень много сторонников концепции, они даже издают литературу, и там один очень уважаемый мной товарищ, который года два меня туда приглашал, обещал мне, что он привезет меня в дом, где жил Пушкин в Кишиневе, и даже где он закончил Гаврилиаду. Я поехал туда и нисколько не жалею, потому что Гаврилиада сыграла колоссальную роль во всей дальнейшей судьбе Пушкина. Пушкин действительно очень загадочная личность. Вы сказали о пророке. В моей личной судьбе его стихи «Пророк» сыграли самую необычную роль. Во многих передачах я рассказывал о том, как я не мог читать пророка. Если бы преподаватель литературы оказался бы обычным человеком, ну поставил бы мне двойку, и он бы забыл, я бы забыл, но он заострил мое внимание. Я считаю, что Пушкин заложил в этом пророке мину замедленного действия. В чем она состоит? Он искренне верил. Да, порекомендовал ему нечто подобное написать император Николай Павлович на встрече 8 сентября 1926 года. А у него была трудная задача выполнить рекомендации императора. Встреча делалась 4 часа. И в то же время реализовать свою задумку. В чем она состояла? Поскольку император его спросил, кто автор Гаврилиада, он честно ему сказал «я». Ну а дальше была длительная беседа о Боге. Император сказал «никому больше об этом не говори». Потому что несколько раз в течение этих 4 часов он порывался его остановить. Но он понимал, что ежели эта информация дойдет, да может и не надо, может хватит этого. Потому что он ему, я не знаю на какой терминологии, но сказал он «ты же наехал на институт пророков, на чем держится церковь. Поэтому напиши что-нибудь, чтобы говорил о твоей лояльности». Но он понимал, как это выражалось неизвестно, но он знал, что каждому из вида Homo sapiens на Земле от рождения дается свобода выбора. У остальных видов нет этой свободы выбора. Комар рождается комаром, комаром умирает, свинья рождается, свиньей, свиньей умирает. А вот человеку дано. Но свобода выбора без свободы воли нереализуема. Поэтому если кто-то, ведь 1726 год население России 70 миллионов, а вся правящая элита не то что миллион, там буквально 100 с небольшим тысяч. Тиражи произведений маленькие, 3000. Кто первые читатели, ближайшие его окружению? А как он к ним относится? Ах, если бы меня под легкой маской никто в толпе забавно не узнал, кому это обращение? К своему ближайшему окружению. Он понимал, рано или поздно в России все будут уметь читать и писать, и вдруг кто-то, читая пророка, вот так же, как и я, я думаю, что я не один. Потому что преподаватель мне сказал, с ним такое же было. До возраста полового созревания тормознется. И начнет размышлять, а почему, откуда это такое? Я потратил на разгадку загадки пророка полвека, 50 лет. Теперь я могу... А как разгадал? Потому что три слова блокируют речевую функцию. Исполнись волею моей. Все. Но я тогда этого не понимал, и вообще много чего не понимал. Нужен ли России пророк? А сколько нужно пророков? В Библии их сколько и что? Пророком является весь русский народ. Читайте толковый словарь Даля. Нам только надо подниматься до этого уровня, а не опускаться под воздействием Голливуда. Американская культура навязывает. Мне об этом, к сожалению, говорили руководители и Вьетнама, и Китая. Но время и закончилось. И оптимизм меня вызывает молодежь. Вот 20-25-летние. Они не поддаются. Не все, конечно. Но есть такая определенная группа, которая на это не поддается. Я верю в молодежь России. Из нее вырастет великолепная новая кадровая база. И она будет решать эти проблемы в 21 веке. И они будут решены. Мы выползем, мы избавимся от печального наследия Атлантиды. Узнай больше на концептуал РФ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин